Тема сегодняшней нашей встречи Какими способами, какими методами Можно сделать кадровую безопасность В наших организациях выше Проблемы кадровой безопасности обостряются Не только потому, что люди попадая в полосу риска Сходят с правильного пути И начинают вместо работы приносить некий вред компании Идет сокращение Вопрос о том, кого сократить В банке очень болезненный вопрос И каким способом надо выбрать того человека Который будет полезным Который будет держать оборону вместе с теми, кто остается А кого попросить поискать в другом месте работу Этот вопрос тоже остается в сфере действия Каким образом поработать можно с персоналом С тем, чтобы повысить эффективность того Что он завал кадровую безопасность Вот, наверное, вот эти мотивы и побудили нас Обратиться к руководству Ассоциации Российских Банков И в результате первым лицам банков Пошли письма за подписью Горгина Шоточа-Сыняна Которые, так или иначе, пройдя там сквозь сито ведомственное Привели вас сюда Моя вступительная речь на этом заканчивается И я передаю слово Дмитрию Владимировичу Злобину Он сам себя представит и расскажет Спасибо, Алексей Васильевич Добрый день Меня зовут Злобин Дмитрий Владимирович Я являюсь председателем кадрового комитета Ассоциации Российских Банков Алексей Васильевич уже рассказал предысторию Нашей сегодняшней встречи По сути, это округлый стол И мы предполагаем и надеемся Что сегодня нам удастся совместно Оценить и понять те три методики О которых дальше пойдет речь О которых будет рассказано более подробно Александр, он тоже очень давно занимается вопросами тестирования Практика богатая и успешная в области спорта Сейчас Александр сам расскажет Я не буду забегать Итак Метод прогнозирования совершения персоналом ошибок При выполнении своих функциональных обязанностей Кратко буквально о себе Ни в одной стране мира не представлены Даже соседки не знают Моей фамилией, еще и не занимаюсь Жена знает только то, что я говорю Поэтому Работали в спорте высших достижений Вместе с женой Подготавливали олимпийским сбором Команды и т.д. Потом ребята, которые выходили в бизнес Говорили Саша, приди там, помоги То все И вот то все И я вот здесь Собственно говоря Похвастаться нечем, но то, что есть Актуальность этого вы почитаете Вот это вот то, что важно будет Итак, первый график Вот вы обращали внимание, что Встречаясь с человеком Сначала вроде бы все хорошо с ним Вроде друзья, друзья, друзья Потом начинается как-то так вот все Как-то не так И вдруг это все превращается во вражду Вопрос почему? Все дело в том, что накапливается Эмоциональная напряженность То есть какие-то факторы, которые Создают у нас в мозге Отрицание того, с чем мы сталкиваемся И вот эти факторы, с чем мы сталкиваемся Впервые Мы их не осознаем Это некий стимул, который нами не осознается Но он начинается Он как бы в основе стоит Формирование эмоциональной напряженности Которая потом перерастает В неприязнь, либо в вражду В месть и так далее Ну там дальше что хотите уже Следовательно вот У нас есть зона комфорта Дальше есть накопление Эмоциональной напряженности А потом есть точка Стрессовый стимул Жил-жил с тещей Все нормально А потом вдруг В какой-то момент Теща зашла И я не сдержался Вопрос А что он мне сделал Это все так же было Как и 10 лет Понимаете, да? 10 лет Оно накапливалось Накапливалось Потом бах Стресс-стимул Теща И все это запустило В этом состоянии Когда я начинаю ругаться С тещей Я вообще адекватный человек А уровень Совершения ошибок В этот момент Какой? А что я готов сделать В этот момент Своей любимой тещей? Вы понимаете о чем я, да? То есть мы говорим О нарастании Постепенном Эмоционального напряжения А потом Взрыв Мы с вами Хотим Этот момент Устранить Вот этот взрыв Но как его устранить Если уже Накопился заряд Если уже тротила Там столько Что рванет Мало не покажется Поэтому Вопрос стоит в том Чтобы Засечь момент Когда начинает Появляться Первый тротил Когда начинают Вот эти первые граммы Потому что потом Они взорвутся однозначно Вот когда они накопились Это уже второй график Вот там нам Достаточно только стимулов То есть стимул Взрыв Стимул Взрыв И человек в этот момент Неадекватен То есть Я хочу сейчас вам На основе Вот этого Этих двух графиков Собственно говоря Рассказать Чем мы занимаемся Самое главное Это эмоциональная реакция Самое главное Это стимулы Которые запускают Эти эмоциональные реакции Эмоциональные реакции Могут быть осознанными Человек может понимать Что у меня Такая-то эмоция А могут быть Неосознанными Стимулы Точно так же Я могу понимать Что эта теща На меня воздействует А могу вообще Не понимать Поэтому В нашу задачу Входило Создать методику При помощи При помощи Которые Можно На ранней стадии Отслеживать Эмоциональную напряженность А так же Находить На что Эта эмоциональная напряженность Возникает А так же Находить Стимулы Которые запустят Механизм Разрядки Этой напряженности Таким образом Была сделана Методика Она у нас Как патент Область изобретения Психологии И прибор Возможности метода Они вытекают Из того Тех двух графиков Которые я Показывал Внедряли Но больше всего Конечно Мы работали В спорте Высших достижений Частично работали В каком-то бизнесе Ну не так Что там У нас сотни Организаций Как пример Вот уже Чтобы было понятно Да Когда там Обращается Либо человек Либо обращается Организация Ну частная ситуация На примере К нам обратилась Брокерская компания Вопрос был такой Почему из 10 брокеров Допустим Пятеро Хорошо торгуют А пятеро Вот почему-то Не очень хорошо торгуют Мы их продиагностировали Чтобы было понятно Как это все проходит Есть вот такой вот Датчик Который берется в руку Это подключается К компьютеру И по сути Вы теперь можете Задавая вопросы То есть посылая стимулы Да Ну в общем вы говорите Так Назовите трех Докладчиков Сегодняшних И как только вы назовете Их подождите Будете называть Я буду говорить Вспомните первого Вспомните второго Вспомните третьего Все Я получил показания Уже Я буду четко видеть Либо это у вас На первого докладчика Накопилась уже Эмоциональная реакция Либо там есть протест Либо там есть Подавленные эмоции Либо там Понимаете То есть по вот этим Показаниям Которые мы Снимаем с руки И интерпретируем На мониторе Мы можем смотреть Что там внутри Происходит На самом деле Не то что нам Человек говорит А что там Реально происходит Соответственно Опросив Тейдеров Мы на каждого Делаем Карту ресурса И в частности Вот посмотрите Один из элементов То есть здесь Мы отображаем Зону Наивысшей Эмоциональной напряженности Это серый цвет В центре Белая Это отсутствие Эмоциональной напряженности Синяя линия Это то что человек Говорит субъективно Какое ваше отношение Оценку дает А красная Это то что Мы получаем На приборе Итак Проблемная зона Это оформление документов То есть здесь Можно говорить Что у человека У этого специалиста Это проблема Момер один А то что он любит Это торговать На деньги компанией Это одно из нас Его Вероятность ошибок Совершения в этой области 15% Прогнозительно Следующий срез Здесь у нас Немного похуже ситуация Здесь значит Закрывать сделку Проблема у него Оборот денежных средств Не выше 300 тысяч Хотя он может Горить вам и 500 И миллион Сколько хочешь Мозг Его запрограммирован Не выше 300 Понимаете Да Так Продажи Точно так же В отрицательной зоне Вероятность ошибок Совершения В этой области 48% При этом Что он любит Смотреть рынок Валюту любит И рынок акций Это то что реально На что человек Отдает Почти ничему Когда мы этих всех Трейдеров Свели в таблицу У нас получилось Вверху Пять человек Это те которые Хорошие продажи Совершают Внизу Это не с очень Хорошими И получилось так Что те что Не с очень хорошими У них как раз Уровень эмоциональной Напряженности Очень большой Почти на все Пункты Которые мы проверяли У нас есть Раза модификация Приборов Можно проводить Диагностику Двоих Сразу Людей Можно проводить Диагностику Одного Там левая Правая Получая Смотрите Но самое Интересное Что мы можем Не просто проводить Диагностику Но и устранять Эту эмоциональную Напряженность Мы можем Выявлять Стимулы Которые запускают Эмоциональную Напряженность Ну допустим А там дальше Будет такое время Уже расскажу Сразу Приходит человек Говорит Я хочу Уволиться Из компании Потому что Уже руководитель Меня достал Мы его Вопрос Расскажи Где тебе А последний раз Достал руководитель Он говорит В кабинете Расскажи Что там происходило Он рассказывает Мы не видим Ни на руководителе Ни на его словах Мы не видим Никаких отрицательных реакций Но На вопрос Опиши поподробнее Кабинет Он сказал Желтые стены Ну там И в том числе Желтые стены То есть на желтых Есть показания Начали Проводить коррекцию То есть поиск причины Почему именно Этот стимул Желтые стены Вызывает у него Вот такую реакцию То есть У него реакция есть Он не осознает А рядом кто? Руководитель Следовательно Кто причина этой реакции? Ну он конечно Соответственно Достал уже Вот когда делали коррекцию Он вспомнил случай Ему лет Восемь было И ситуация такая Он в комнате Там бабушка Бабушка на кухне Бабушка его зовет Он бежит А между комнатой И кухней Желтая Висит занавеска Соответственно Бабушка к нему Он к ней И бабушка Бьет его ногой В область груди А что у него Последнее Запщитивается Перед лицом? Желтая занавеска Все Образовалась запись В мозге Теперь каждый раз Когда он видит Желтый цвет Это стимул Который запускает У него болезненную реакцию При этом он может Не осознавать ее А как следствие Перекладывать ответственность На кого-либо другого Рядом стоящего Соответственно Человек это разрядил Понял Откуда многие растут И остался Работной организацией Здесь у нас Пример С одним замом Замесителем банка Проблема была в том Что накапливал Очень много Бумаг вокруг себя Когда начали Проводить диагностику Выявили цифру 3 То есть Троечка В его мозге Была прописана Как негативный стимул Когда делали коррекцию Нашли ситуацию Где родители Наказывали его за тройки В детстве Соответственно Троечка попадается У него наступает реакция Он откладывает документ На потом И так появляется Куча документов Которые Почему-то Очень много Лежат на его стороне Когда это разрядил Человек стал Быстрее работать С документами Мы можем проводить Диагностику И коррекцию Дистанционно То есть Приобретают Вот этот электрод Либо другие модели Подключаются Выходят в интернет И пожалуйста Все это можно делать Через интернет Ну Сотрудничество Любое И обучение Ваших специалистов И исследования То есть Все что В душе Вашей пожелаете Обучение В течение Трех-семи дней У нас Четыре модуля Управление Дальше Диагностика Коррекция И уже специализация Там В разных направлениях Уложился Потрясающе Спасибо В общем Суть методики Вот я Во всем Восправлении Смотрел Слушал Мне понятно Что это аппаратная Методика И которая Неотделима От сути От вас Правильно То есть Кроме как Пригласить вас Или учить Свою специалисту У вас И купить вот это Четыре модуля И сходят Эти методики Невозможно Можно Вы приобретаете Оборудование При помощи которого Вы можете Заглянуть В область Бессознательных Процессов Поэтому Пожалуйста У вас телевизор Смотрите Дальше с этим Что хотите делать А вот В практической деятельности Но Я понимаю Когда еще Дет о приеме На работу О Каком-то Мониторинге Кадрового состава Да А вот здесь Исправление Каких-то Установок Психологических Куда это Применить И как это Оформить Я с точки зрения Юриста Не могу Понять В какой Процесс Работы Кадрового Сотрудника Это можно В клинике Как Есть Какие-то Законы На эту Тему Или Что Просто Человек Подписал Что Я согласен На такую Коррекцию И Проходит Есть Юридическая сторона Есть Практика То Что В жизни Происходит В жизни Обычно Так Происходит Руководитель Вызывает Объясняет И Человек И посылает И человек Проходит Если Это Более-менее Так Юридически Оформлено Обычно Человек Подписывает Соглашение Договор В котором Прописано Все То есть Все вопросы Которые Будут ему Затаны Предоставление Ему Все Информации И так далее Подожное Как Это Все Оформлять На Каком-то Более Высоком Уровне Я Честно Не знаю Потому Что У нас Не было Таких Проблем Все Так Понимают Что Если Сотрудник Предоставляет Для банка Ценность Он Попал В полосу Неудач Или У него В В Какие-то Непонятные Вычислить И Вычистить Правильно Да Я бы Еще Добавил Тоже Своей стороны Все Мы Ездим На Машине Все Мы Пользуемся Ручкой Писать Да Все Мы Пользуемся Телефоном В принципе Почему Прибор Не использовать Психодиагностики И психикоррекции И Быстро Находить И устранять Тот Стимул Который Запускает Нежелательную Реакцию В принципе Я Не против Я знаю Майдридры Полиграф Там И 25 Катер Сейчас Методик Очень много Я просто Говорю о том Что коррекцию Вы написали У вас так написано Что у вас коррекция Идет с помощью Прибора Это неправильно С использованием Прибора Да Нет Диагностика С помощью Прибора А коррекция Без Нет С использованием Прибора Потому что Мы смотрим Какая температура У больного В процессе Лечения Понимаете Да Но это повторная Диагностика Нет Мы наблюдаем В процессе И в реальном Режиме Времени Что происходит В мозге У человека Как мозг Либо психика Реагирует На ту иную Процедуру Нет Не то же самое В полиграфе Тоническое сопротивление А у нас Фазическое Фазическое Более информативное Чем тоническое У нас направленность На поиск Ресурса И раскрытие А полиграф На поиск Что берет Человек Возникает желание В эту дискуссию Включиться Она уже не как Она профессиональная Я поняла Что ваш методик Позволяет Сделать Диагностику Более объективной Чтобы не лечить Психотерапевта Не секрет Что иногда бывает Что я у пациента Лечу Свои собственные Объективные Проблемы А то что дает Объективный результат И позволяет Отслеживать Насколько эффективно Вы проводите Работу с тем Или иным человеком Совершенно верно У меня вопрос Еще Относительно Стоимости Методики Я так понимаю Что здесь уже Совсем Все индивидуально Определяется Нету Каких-то Прайс-листов Что называется Прискровок Прайс весь На сайте Ориентировочная Цена Первого прибора Это 100 тысяч Дальше идет У нас 140 Дальше 240 И 240 Это тот Который Для коррекции И диагностики Двоих людей А так же В него входит И комплект Вот этого прибора Обучение Методики То, которое мы предлагаем Это 200 тысяч Итого Если покупается В полном объеме Это 340 Но средняя цена Спасибо Еще вопрос Интервью У вас ведет Специалист Интервью Не автоматизировано У вас нет Примерно Ноутбуки Какой-то специальной Программы Которую запускаешь И человек может С ней сам Отработать Без специалиста Вот сейчас Мы Если продадим Что-нибудь здесь Мы деньги вложим Как раз В то, чтобы Сделать Автоматизированную Систему Есть у нас И у нас Есть такая Задумка Делать Диагностику В режиме Неосознавания То есть Ты сидишь за компьютером А тебя диагностируют Ну Этим Смирнов Занимался Образованием Совершенно это Да Что касается Этапов работы Службы управления Рукатовой службы Службы безопасности На ваш взгляд Эта методика Она В большей степени Где поможет В работе При приеме При отселе сотрудников Либо в случае Возникновения инцидентов Либо на этапе Ежегодные оценки Персонала И так далее Да она везде хороша То есть Это Это по сути Постоянный градусник У врача Да Вы в любой момент времени Можете замерить Реакцию Мониторить Видеть эту реакцию То есть При приеме на работу Ну Самое простое Там Ну если взял Вы можете уже сразу Видеть Человек стресс Или дистресс У него В каком состоянии Пришел Дальше вы видите У него Насколько он мобильно Да Подвижен С тем Он очень соображает То есть Там видно Как мозг Работает Поэтому Если он Вам Вы спрашиваете Где ты работал раньше И он вам отвечает И называет А там у него Реакция негативная Эмоциональная Вы понимаете Что-то там случилось А он говорит Все хорошо Так на работу На прошлой была Это в любом моменте Времени Можно все Использовать Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова